Это надо же уберечь Наталью от выстрела, попасть ему точно. А может быть, он должен был запугать? А может быть, этот выстрел должен был куда-то прозвучать? Зачем такое заявление, если Украина знает этот закон, знает процедуру, и она знает, что одна страна не выдаст в такой ситуации? В поиске врагов, именно личных, не связано с политической деятельностью, именно просто кому-то насолил. Кто-то хочет нести раскол между Казахстаном и Россией, между Казахстаном и ДКБ, ШОЛС и так далее. То есть эти двое граждан Казахстана должны быть завербованы. Как два казаха-сотрудники спецслужб МВД преодолели эту границу, и как они объяснили, зачем они едут, потому что нам спрашивают? В этом убийстве очень много, ну, нестыковых, так сказать. Одно из звеньев этого является зачистка поля перед предстоящими, уже не прошедшими, а предстоящими выборами. Потому что само государство впоследствии взяла эту свою первоначальную версию, отвергла и пошло по другому пути. В Киеве похоронили Айдоса Садыкова, гражданского активиста, автора YouTube-канала. Дальше просим Аллаха, чтобы он дал утешение и спокойствие сердца его близким родственникам, чтобы они засходятся перед ним свет и утратят. В него стреляли 18 июня. 2 июля он умер в больнице, не приходя в сознание. Организацию похорон взяла на себя крымско-татарская диаспора Киева. Он похоронен на мусульманском кладбище столицы Украины. Ну а мы в Казахстане, что нам остается, мы пытаемся понять, что же произошло. Сегодня мы в студии обсуждаем все версии, какие возможно. Мы на том скудном материале, который есть, пытаемся выстраивать различные линии, по которым может идти следствие или нет, тут важно понимать, что это не версии наши, потому что версии это всегда построение на основе фактов. У нас их нет, но есть интеллект, и мы можем только на основе политических событий, а также того немногого, что нам известно, выстраивать, предполагать. Здравствуйте, сегодня в нашей студии бывший экс-председатель КНБ Нартай Дудбаев и общественник, гражданский активист, политически осужденный Альнур Ильяшев. Мы обсуждаем политические убийства. Поводом, конечно же, стала смерть, гибель Айдоса Садыкова в Киеве. Это преступление, заказное убийство. Мы обсуждаем, высказываем мнение, это не интервью, это живое обсуждение. Не ждите от меня прям вопросы, потому что у нас у всех равные права, я всегда это повторяю именно вот на наших подкастах. Давайте начнем вот с этого убийства. Все-таки какое у кого видение? То есть я сейчас читаю два таких вот есть нарратива. Один это радикальные оппозиционные силы, сама Наталья Садыкова. Она возлагает ответственность на президента. Но, кстати, вот в ее заявлениях трудно понять четко, она считает, что заказ именно осуществлен властями, или, например, когда говорится, на совести Тукаева, потому что президент, ну, все, что происходит, ты ответственен, да, ты глава государства, что может быть это и так. Но есть люди, которые считают, нет, это вот заказ, потому что они критиковали власть. Второй нарратив, он появился вот уже в последние дни, после именно смерти Айдоса Садыкова. Есть, ну, вот такая странная привязка ко времени. Он умер вовремя, перечос, и все это инспирировано какими-то темными силами. Ну, там, если Украины, понятно, это не просто Украина, а вот такого-то Запада, чтобы дискредитировать Казахстан. Вот это два таких нарратива, типа как общественные версии. Что вы думаете об этом? Ну, в первую очередь я бы хотел выразить соболезнования семье Айдоса, посредством Натали, детям их, родным и близким, с этой утратой. У меня так получилось, что я встречался с Айдосом, когда в 19-м году ездил волонтером в ЗИОфис, это вот штаб поддержки наблюдателей Зеленского. И вот в период первого тура мы с ним несколько раз встречались. Он мне, в частности, показывал, где проходило голосование Порошенко. Мы вместе с ним наблюдали этот процесс, у других руководителей в Украине. И, в принципе, определенное общение было. Поэтому для меня человек не посторонний, не так, который на расстоянии где-то. Я был шокирован вообще самим фактом этого совершенного преступления. И, конечно, до последнего момента надеялся, что он все-таки выкарабкается. Но, к сожалению, Всевышний так распорядился, его нет, не стало. И вот эта сама ситуация, то, как это было сделано, то, что уже установили причастность к этому казахстанских граждан, непосредственно даже проведенное такое журналистское расследование в определенную связь с правоохранительными органами, специальными органами. Не определенную, прям бывшие сотрудники. Один МВД, другой. Ну, это по Каратаеву там понятно. А второе там, ну, вот эти формулировки через где-то контакт, что он там с РБАРа отношения имел какое-то, то здесь уже еще больше накручивает эту ситуацию. Если бы он мог выступать в качестве просто там друга, знакомого, который там помогает, допустим, даже если эту версию рассматриваешь, что у нас часто власть такое задвигает, что это там из хулиганских побуждений, там, либо это какой-то поиски там врагов, именно личных, там, не связанных с политической деятельностью, именно просто там вот кому-то насолил, и кто-то решил отомстить. Если бы это в этой части рассматривали как заказ, то появление второго человека, который тоже связан со специальными органами, оно уже здесь эту всю версию, ну, ставит под сомнение, сдвигает ее на задний план и выдвигает, соответственно, ставит вопрос о политической подоплеке. И учитывая, как это профессионально было сделано, я вот посмотрел информацию, то, что у нас крайне, это вот из Молдовы, то, что они пересекали там КПП Паланка, это расстояние от Киева до, там, я в гугле посмотрел, шесть с лишним, ну, шесть с половиной часов уходит по дороге, с учетом того, что страна воюющая, и как это весь хронометраж рассчитать, чтобы потом сразу же ночью уже это улететь на самолете, и вот, ну, прям до таких подробностей, значит, это была очень серьезная такая подготовка. Относительно хронометража, там невозможно рассчитать, и они не могли, вот, шесть часов пути, на таможенном посту, когда ты пересекаешь границу Молдовы и Украины, там ты можешь застрять на часа три. У нас при себе, вот, мы летали же в мае, у нас при себе были приглашения, это правительственные Украины, что почему мы летим, летим по работе своей журналистской, и все равно, и как украинские пограничники очень проверяли, и они, вот, мы два с половиной, три часа сидели там на посту, потому что они перезванивались, подтверждали. И подтверждение, да. А как два казаха сотрудники спецслужб МВД преодолели эту границу, и как они объяснили, зачем они едут, потому что нам спрашивают, а еще в Молдове, в аэропорту, ты не можешь просто въехать. То есть мы, когда прилетели, вот Куаныш, оператор, да, не даст соврать, нас всех, только увидели казахстанский паспорт, что мы, ну, там, не Украина, не Молдова, она сказала, зачем паспортить, ну, вот, вы едете в Молдову, я говорю, мы транзитом, мы летим в Киев, дальше едем, а зачем, я говорю, мы едем по работе, ну, я говорю, мы интервью журналистское, но нас отвели потом вот в комнатку, где идет уже такой дополнительный досмотр, и у нас уже такие огромные мужчины в военной форме такой, молдавские, это пограничники, они нас опрашивали очень вежливо, а что такое, ну, подробности, да, то есть ты даже уже в Молдову, ну, как бы въехать, типа сказать, а вот я просто так лечу в Киев, чтобы посмотреть Киево-Печорскую лавру в такое время, да, в 24-м году, это уже невозможно. Ну, это показатель того, что подготовка серьезная была. Там, значит, мотив, да, объяснение того, зачем мы едем, там вот на границе, значит, это все было подготовлено таким образом, что их пропустили. По крайней мере, препятствия на момент вхождения в страну через Польшу, на момент выйти, особенно, что у них вот эти ключевые сутки, вот часы после совершения преступления, ну, суток не прошло, как они покинули пределы страны, воюющей страны. Ну, там покинуть нетрудно. Ну, в смысле, ты берешь с Киева автобус, я просто говорю, видите, я прям вот в Киеве была в мае. Такси и поехал, да? Ты взял такси и доехал до границы. Да. Всего 5-6 часов там, в смысле, воюющая что? От Киева до Молдовы, от Киева до Польши, там нет войны. Война на Востоке. А ты едешь по очень, очень красивой стране, ухоженной, чистой, что я уже говорила, это такой респект Украины. ДРГ работают, контрразведка работают. Ну, на территории они не работают, то есть вот так вот, ты можешь, но границу преодолеть, это очень трудно. Тем более. Ну, здесь просто вопрос о том, что это дилетанты какие-то, просто взявшие там через Телеграм какой-то заказ, решившие там заработать деньги, ну, на мой взгляд, он просто отпадает автоматически. Ну, дилетанты через Телеграм, они нам просто запенивали окна журналистам. Это мальчики 14-15 лет. Дилетанты про бывших сотрудников полиции и про человека, который как бы значится в гетконтактах, больше КНБ, уже не скажешь. Но это, конечно, не такой уровень киллерства, как те, кто осуществил Рахат Алиева. Ну, что ж, уважаемые друзья, я тоже свою лепту внесу. Ну, во-первых, уже я семья Идоса выразил соболезнования, пользуюсь Фейсбуком. Конечно, очень жаль. Любая смерть – это трагедия. Смерть человека – это трагедия. Это мое восприятие мира. Давайте так. Любое политическое убийство, вернее, любое убийство, которое резонансное, оно по последствиям можно считать политическим. Всегда накручиваются различные мифы, различные, ну, скажем, версии, да, случившегося. Зачастую какие-то версии, ну, фантастические, казалось бы, немыслимые с точки зрения вообще благоразумия. Просто благоразумие. Но, тем не менее, они, с учетом того, что сейчас мир таков, толерантность везде, они могут как бы быть и в средствах массовой информации, коим я отношу и интернет-ресурс. Поэтому, если вы говорите вот о двух нарративах, что, да, это вот там к ШОСу там предназначенное какое-то убийство специально для того, чтобы каким-то образом опорочить там Казахстан и так далее. А другая наоборот, что вот Каев уже спать не мог, выдерживать критику, и прям вот пошел и сказал, а давайте мы на территории Украины шмальнем. Представим себе, ну, первое, давайте исходить из фактов, да? Факты говорят на сегодняшний день о том, что национальная полиция Украины четко, ясно определила людей, которые чувствовали это злодеяние. И сомнений в этом нет? Сомнений, сомнений ни у кого нет. Что это они или что это? Они подозреваемы, но тем не менее они еще не... Они подозреваемы, но тем не менее те материалы, которые сейчас публикует национальная полиция, прокуратура Украины показывают, что да, действительно, они следили, они ходили за ними, они готовились, они сняли квартиру там, потом там, они приобрели оружие. То есть это уже расследовано и это уже доказано, что действительно они покупали этот пистолет, с глушителем и так далее. Потом камеры показывают, как они в это время подъехали к дому заранее, куда Эдос с женой должен был приехать. Исходим из фактов то, что это доказанная вещь о том, что эти два фигуранта уголовного дела должны быть и они есть. Далее. Ну, вашу, ваш нарратив один. Представляем, что там МИ-6, как сейчас пишут, или там украинцы, кто-то хочет внести раскол, так сказать, вот между Казахстаном и Россией, между Казахстаном и вообще ДКБ, ШОС и так далее. То есть эти двое граждан Казахстана должны быть завербованы то ли украинскими спецслужбами, то ли, я не знаю, английскими спецслужбами, находясь на территории Казахстана. И потом им дается поручение, вы должны приехать и убить там Айдоса Садыкова. Представляете, это, ну, это бред. Правильно? Бред? Ну, невозможно, ребята. Давайте из здравомысля исходить. Вообще в этом убийстве очень много загадок. Я не считаю, что это подготовленное хорошее политическое убийство, как оно обычно осуществляется. Киллеры так не поступают. Ну, профессиональные киллеры, я не знаю. Ребята, даже заказчик, какой бы он ни был, кто бы он ни был. Не, ну, эти киллеры, они... Заказчик, заказчик, он, он, ну, хорошо, ему надо было след, допустим, казахстанский, ну, что там, мало, так сказать, киевлян, там, или там, в Киеве находящихся людей, тех же украинцев, среди которых киллеры найти нетрудно в этих условиях, условиях военных. Вы представляете, там, сколько... Но на территории другой страны труднее. Ну, вообще, давайте, на территории другой, если вот я сейчас хочу что-то сделать нехорошее, мне легче это сделать казахстан, чем... Давайте так, допустим, мы говорим, что это сотрудники, один спецслужб, якобы, ну, правильно, вы говорите, что там еще не доказано, там непонятно, только на основании каких-то аватарок, его ников, там получается якобы Сербар, то ли не Сербар, там непонятно, потому что комитет национально безопасный коим образом еще не отреагировал, насколько я знаю, на эти подозрения, что он сотрудник. Но, тем не менее, он уже арестован, он уже находится в заключении, когда он пришел, сдался, именно этот человек. Тот второй, который стрелял непосредственно, он где-то скрывается, Каратаев, его ищут. Он как бы в розыске. Если они получили такой заказ, они могли выступить организаторами, приехать в Киев, изучить обстановку, найти ребят, которые могут осуществить это убийство среди тех же граждан Украины, заплатить им какие-то деньги. Я думаю, что, я не уверен в этом, но я предполагаю, что в настоящее время с учетом военных действий, с учетом там столько раненых, столько обездоленных людей, найти, так сказать, человека, который решится на это злодеяние, нетрудно. А след Казахстана покажет потом, да, вот какие-то были, вот они нам сказали, по-моему, они из Казахстана, они убыли. То есть, если необходим был бы след именно из Казахстана, но самим, самим приехать со своими паспортами, ведь здесь светится. С реальными причем. С реальными. С государством осуществляет, там же убийцов профессиональных, ну мы из кино, у них по 10 паспортов личности. Это просто, это просто, просто какая-то подстава самих себя. И тут благоразумием никак не пахнет. Никаким благоразумием. Даже если им обещали, сказали, что вы что, мы вас прикроем, мы власть, мы все сделаем. Я не могу понять. Нет, нет такого. Вот два человека осуществляет, один приходит сам, в полицию сдается, это что вообще? Один, как я поняла, насколько я понимаю, он не вернулся в Казахстан, в Мейран-Караба, и уже не вернется, наверное. Но он, кстати, был в Турцию, и возможно, он где-то там не остается. Почему один возвращается, сдается, один уезжает, это что вообще? Ну, это вообще, вот я же говорю, что очень много непонятных вопросов вообще по случившимся. Для меня лично, как, ну, просто обывателя, в конце концов, имеющего определенный опыт, в этом убийстве очень много, ну, нестыковок, так скажем, нестыковок реальных, которые, которые вообще непонятно, зачем все это сделано было, и как это, вернее, как это было сделано. Понимаете, что происходит? Я уже говорил о том, что вокруг любого резонансного убийства всегда накручиваются различные мифы. Мифы, мифы, мифы и так далее. Уже вокруг Айдоса тоже прошло, скажем так, много времени, но уже столько различных версий, концепирологических версий. Только две? Нет, там, там, почему-то, есть и другие, есть и другие, что это было сделано с тем, чтобы как раз нанести урон действующей власти. Потому что любое политическое убийство это компроматериал, на действующую власть. Поймите это, это всегда было, есть и будет. Это с покон веков ведется. Вообще, политические убийства сами по себе, я не знаю, еще до нашей эры, там, начиная, там, были, царей убивали. В конце концов, давайте вспомним народовольцев, которые, там, Столыпину и других там. Это террор. Террор. Это они убивали из политических целей. Это исторический контекст, он всегда. Это все равно, это вот как раз должны понимать мы, почему, что такое политическое убийство и почему оно именно политическое. Так вот, я закончу свою мысль. Да. Дело в том, что, чтобы не было этих мифов, антимифов, просто мифов, необходимо открытое, доскональное расследование, которое должно быть доведено до каждого человека, то есть до населения, до общественности. И вот тогда не будет никаких мифов, тогда не будет никаких вот этих недосказанностей. Давайте вспомним нашу, вот эту историю нашу, вот она, перед нами, убили Алтенбека Сарсимбаева. До сих пор, до сих пор нет четкого, ясного понимания, население не верит в ту версию, которая была изначально. А почему не верит? Потому что само государство впоследствии взяло эту свою первоначальную версию, отвергло и пошло по другому пути. Удобному. Удобному. Ну, можно же было сразу это сделать, господи, боже мой. И никаких проблем не было бы. Ну, сразу не хотели сдавать рахата. Хотя и сейчас непонятно, рахат конечный или нет, заказчик. Но, видите, в данном случае такого не произойдет. Я очень надеюсь, что это преступление будет раскрыто, потому что его ведет тоже Украина. Его ведут два государства. И они в данном случае они друг для друга даже как арбитры. Ну, то есть там какая-то натяжка или здесь натяжка она будет опровергаться взаимными, потому что сейчас казахстанцы, как уже объявила наша генпрокуратура, тоже заведено уголовное дело. И мы там уже посылали запросы по поводу этого Алтая Жаконбаева, который сдался. То ли он сотрудник КНБ, то ли нет. Он сидит сейчас в СИЗО. Нам даже не сообщили, какой город. То есть все прям засекречено. Ну, нам говорят следствие, то есть следствие идет, пока вот ничего не будет вообще обнародовано. Это очень плохо. Нет, до того, а как, до того, как следствие откроется? Ну, по крайней мере, сейчас что-то надо открывать? Ну, по крайней мере, вот сейчас версия ходит, что этот же Комбаев, он сотрудник Сербара. Ну, он находится в руках государства. Они могут сказать? Да, он сотрудник был. Был, не был. С какого, по какое? Почему уволен? Да. Про Каратаева, кстарь, не бывает, что. Потому что у них же выслуга лет, они всегда дождаются пенсии, они выходят на пенсию рано, там и в 40 лет можно уйти. Ну, пенсион возраста не достиг. Он, я и говорю, они сами не уходят. То есть нет такого. Вот он там в девятнадцатом году вдруг решил, а нет, все, оказывается, я не тем занимаюсь, пойду я и на вольные хлеба. Такого не бывает у полицейских. Такое в принципе бывает. Нет. Это жизнь, никуда не денешься. За год до этого он спас человека от самоубийства, там, герой, про него публикации. Через год что-то там было связано все-таки с обвинениями во взятке. И он тихо ушел. То есть, но это объявили, он работал, да? По крайней мере, МВД заявила, да, он работал. А про этого второго молчит КНБ. Не то, не КНБ, речь идет о тех, кто расследует это дело. Мы же в руках. Можно, да, можно заявить, хотя бы он работал или не работал. Но КНБ, если не выступает, значит, он работал в КНБ. Вот видите. Потому что, нет, ну смотрите, если бы он вообще не имел отношения ни к Сарбару, то КНБ, оно логично же, да? Но оно должно провернуть. Ну да, сказать, ребят, у нас таких не было и не будет. Вот, это же очень просто. И это факт, который ты не можешь, ну, в смысле, ты не можешь врать. От себя отвести подозрение. Ну, по крайней мере, все вот эти недосказанности как раз и вызыва, и накручивает все эти мифы и различные версии. Это, вот это вот. Ну, следствие обычно, ну, это дело сложное, да? Следствие же идет. И в данном случае, я говорю, я все-таки надеюсь, что оно будет раскрыто, потому что полиция Украины его ведет. Но, я вижу тут недоверие взаимное. Как украинская сторона, казахстанская, так как и казахстанская, как украинская. А без содействия, без сотрудничества трудно будет, да, раскрыть? Ну, по крайней мере... Мне кажется, им сейчас нужно как-то не политизировать, а, ну, заниматься делом, раскрыть его место. По крайней мере, прямое поручение президент страны дал о том, чтобы полностью сотрудничать и расследовать и помогать украинским властям расследовать это дело органам прокуратуры. Это прозвучало официально из УУСТ. Я думаю, оно должно выполняться распоручение. Ну, сейчас все упрекают Казахстан, что Казахстан сказал не выдаст этого. Дело в том, что вот это не выдаст, речь-то идет о том, что вообще спикер Ашимбаев в данной ситуации, конечно, на мой взгляд, как обывателя, ну, опрометчиво поступил, что нет, мы его не выдадим. Он должен просто... Он пытался сказать, что в Казахстане существует закон, по которым мы своих граждан по таким вещам не выдаем. Да, это есть зафиксировано в законе. Но, учитывая вот это все, давайте, когда будет расследование и так далее, приедут сюда следователи Украины наверняка, они будут допущены к тому, чтобы его там опросить, допросить, какие-то вещи установить. Мы уверены, что прокуратура и все прочие другие органы безусловно окажут такое содействие, потому что глава государства в конце дал поручение такое, в конце концов. Понимаете? оно бы прозвучало по-другому. секретарь что заявил? Только я вообще не смотрела в канал БАСЕ. Это что, умное заявление, что ли? Ну, может, он и не смотрел. В смысле, ты же формулируешь заявление. это другой разговор. Как я ошибаюсь, вы формулируете очень нормально. Вы что, разговариваете на базаре, что ли? Да я вообще не смотрела. Вы знаете, это у нас, когда хейт идет взаимный, в соцсетях. У нас же один из аргументов. Да я его вообще не читаю. Депрофессионализация идет просто в кадров. И поэтому такие ляпы выдают, что уровень снижается. Здесь в этом отношении другая сторона, если мы вернемся к вопросу о том, кому это выгодно и почему Наталья в том числе возлагает не то что ответственность, он говорит, на совесть Дукаева совершенное это преступление, следовательно задаться вопросом, кому на руку это. Ну и кому на руку? Вы задаетесь вопросом? Ну, знаете, вот как мы видим, допустим, я определенное мнение высказываю от группы, у нас тоже обсуждение вообще с факта самого покушения изначально в 18-го. У вас, когда идет обсуждение, вы хотите истины добиться или просто вам важно, чтобы был кто-то виноват? Нет, у нас тут даже помимо того, чтобы выяснить истину, потому что это общественно важный, значимый вопрос одно, другая сторона это наша собственная безопасность, потому что нас также, учитывая, что мы тоже оппонируем власти, там, думаем, открыто, закрыто, там и так далее, мы это делаем и мы тоже можем в какой-то момент оказаться на месте Айдоса, потому что у нас вот смерть Алтынбека предшествовала смерть Заманбека, до этого Асхад Шарибжанов, в этом году было 20 лет, как он погиб, тоже при невыясненных как бы обстоятельствах, но вот определенный показатель того, что пропали записи и так далее, там, каким-то образом, человек умер и вот что он хранил, что он нес, версия о том, что он мог хранить какие-то документы при этом всегда какой-то материал, оно тоже поднимает в отношении Айдоса вопрос, и так же было схоже в ситуации с Асхатом. Ну видите, с Асхатом это же тоже то, что якобы у него были какие-то материалы и так далее. Компьютер пропал. Это тоже домыслы, понимаете? Ну, семья, родные говорят, что они были и исчезли, куда они могли пропасть? По крайней мере, мы знаем, если он неподозреваемый, как минимум должны были вернуть семье, но этого не произошло. Что там было записано, это, кажется, вопрос, и как он этот материал внес, какую угрозу на тот момент режиму действовавшему и действующему до сих пор. Просто у нас передача его состояла. И у нас, по крайней мере, мнение, что вот эта ситуация, она идет, четко встраивается в этот уже начатый транзит власти третьему президенту. И как раз это вот возврат к вопросу о том, что в окружении Тукаева выгоды получателя от этого убийства, бенефициаря. В этом контексте это в том числе вот одно из венев этого является зачистка поля перед предстоящими, уже не прошедшими, а предстоящими выборами по результатам прошедших. ситуация с Нуржаном Мальтаем, вы помните, как с ним встречались Ирлан Карин, Ирлан Сагимбаев и Нурклеев в аккорде, с ним проводили беседу, чтобы он снял свою кандидатуру, отказался от выдвижения своей кандидатуры на выборы президентские. Ему пригрозили, что он, если этого не сделает, то будет привлечен к уголовной ответственности. Он об этом молчал, у нас крайняя информация проходила, что с ним была встреча на тот момент с аккордой. Достоверная. Да, и потом он это уже проговорил во время начала суда уголовного. Когда там меру пресечения ему давали в следственном суде, я успел подключиться к этому процессу, он еще был открыт. Он это все сказал, и у нас сразу выкинули из зума, мы дальше уже не смогли наблюдать за этим процессом. Но я от его родных эту же историю слышал. Это реальность. И то, что в последующем, после уже парламентских выборов, увидев, какие у него перспективы, возможности создать проблемы для будущего президента, они начали вот эту зачистку делать. Потому что мы понимаем, и Тукаев обозначил, он всего на один срок. Срок у него у нас обычно досрочно проводят, за год, за два. И в принципе... Вы считаете, что Айдос Абадыков мог представлять угрозу будущего? С миллионом подписчиков, вы знаете, в Ютубе, учитывая, что он себя не ограничивает в словах, он может... Они были даже очень популярны и до Кантара, тогда логично было еще при Назарбаеве до вот этого транзита, там вообще защищать все это до 19-го года. Ну вот я помню его, когда мы с ним контактировали, вот я тогда помню, что было 300 тысяч подписчиков, это был год 19-й. Потом я не смотрю, просто смотришь, смотришь, ты подписан, ты не заморачиваешься, сколько растет у него динамика, а когда я после убийства посмотрел, у него миллион был. У нас, я не знаю, кто у нас в Казахстане имеет такое количество подписчиков, тем более такой направленности. Прямо критикующая, опланирующая власть. И в контексте предстоящих выборов. То есть, вы кого считаете выгодополучателем? Ну, мне, по крайней мере, буквально на днях сказали, что тот же самый Карин, у него есть политические амбиции, президентские, точнее, политические, он уже в политике. А он буквально за 13 дней до покушения он опубликовал статью, обозначив красные линии. И как минимум из трех этих красной линии две из них Айдос пересекал. Это вопрос внешней политики, он активно критиковал и ругал Российскую Федерацию внешней политики. И на них дело возбудили по 174-й, это разжигание розни. А у нас как бы это в том числе в контексте межнациональных отношений. И это тоже было обозначено Карином. Но я сейчас склоняюсь, что все-таки заказчик в Казахстане и это из власти. То есть это кто-то из власти, но я абсолютно не верю, что это кто-то может быть из гражданских. Или Карин, или какой-то там, я не знаю, аминистры, это силовики. Кто-то из силовиков. Я предполагаю, я предполагаю, кто-то облеченный чем-то. у меня есть ощущение, что уже и в Украине знают все, и в Казахстане знают все. Кто заказал, как, что, но вот где Каратаев? Возможно, он, все, мы его больше вообще никогда не увидим. Ну, хорошо. Он вообще, кстати, я извиняюсь, конечно, он этнический казах. В вашей версии, да, в вашей версии есть очень большая как бы дыра. Какая? Есть ли вот такая какая-то... Не версия, я говорю, это предположим. Версия, это когда у тебя есть факты. Хорошо. Предположение, в вашем предположении. У меня это умозрительно, схоластически. ну, есть. Понимаете, вы говорите о какой-то крупнейшей афере, о которой узнал Айдос, и, значит, именно из-за этой информации его, ну, как бы убили. Вы сейчас скажете, Наталья знает, да, тогда это? Не исключено, я просто скажу другое. Есть ли такая афера и в этом замешано несколько государств, которых у нас, которых... Какие-то там люди, которые, возможно, наживаются на войне, обходят санкции. Ну, не будут они шлять свой, вот этот заказ таким образом, чтобы... Понимаете? Вот, они тут, у них, может, цель вообще не от подставы, но они, самый простой путь, чтобы сделать это, как будто это политический, ну, как, политический мотив, что это не информация, а мотив, там, либо подставить президента, либо убрать критика президента. Если бы был бы киллер настоящий, который бы сделал это преступление и ушел бы и скрылся, в любом случае, сегодня все бы говорили, что это власть Казахстана, все эти нарративы точно так же, эти предположения точно так же обсуждались бы в обществе. Понимаете? Неважно. Даже если бы они не были гражданами, Казахстана. Совершенно верно. Ну, что тут городить-то? Ребята, относительно информации компромата условного, да, я... Ну, компромат, в смысле, если журналист ведет расследование, ну, да, у него компромат, хороший, хороший компромат. Материал. Материал расследования. В его случае он не работал, потому что это сработало бы, если бы это произошло в Казахстане. Он там, эта информация к нему могла попасть только отсюда, из Казахстана, и носители этой информации... Я же говорю, что это могло касаться вообще... Вот, там идет война, то есть это могло касаться каких-то военных потоков. Это могло касаться санкций. Кто-то обходит санкции, кто-то создает какую-то структуру, НАТО, то есть... Ну, да, это уже такая... Вот когда мы с ним общались, у нас несколько встреч было, он в чужие дела не лез. Его интересовал конкретно Казахстан. Так тут и Казахстан же, тут они через Казахстан могут обходить санкции российские олигархицы. Соответственно, эта информация из Казахстана ушла от кого-то. Носители этой информации здесь. И по идее, нужно было не Айдосу устранять в таком случае, а устранять именно носители и хранители этой информации, которые ему передал, кто утечку осуществил. Зачем? Условно, не будут же уходить убивать СМИ, только потому, что кто-то сливал информацию СМИ, устраняет корень. Нет. То есть, если кто может... Если речь идет именно о информации, критической для кого-то, для кого-то очень жизненно важной, а сейчас именно тот момент, когда вот, да, раньше не было, а сейчас есть, может быть, гипотетически такая информация, которая для кого-то просто... Ну, вопрос жизни и смерти. Да, что? Она не должна быть обновлением. Когда касается санкций, каких-то войны... А, значит, еще какие-то убийства произошли, которых мы не знаем. И тут дело не в том, что он в украинских делами занимается. Тут же и казахстанские, возможно, из Казахстана кто-то обходит санкции. Через Казахстан. Ну, вот есть версия, она озвучивалась, в принципе, в сетях. Вот есть человек, которого обвиняют в возможном обходе санкций с содействием, который упоминавался не раз на YouTube-канале. Да, дело в том, что, понимаете, в вашем предположении, опять-таки, ну, смотрите, санкции, да, введены американцами, Европейским Союзом, рядом с другими государствами. Они очень внимательно наблюдают за соблюдением санкций всеми другими государствами. И если уж говорить в данном случае, как государство полицейский, на тех, кого не влияют, американцы очень жестко реагируют на все эти моменты. Если бы была какая-то вот такая афера, о которой, вы говорите, такая громадная по своим масштабам, которая привела к тому, чтобы надо было убить Айдоса, потому что он владел этой информацией, американцы знали об этом. Так могут и убить, чтобы американцы не узнали, нет? Нет. Слушайте, вот продавали 2000. сейчас могу забыть, ну, в 2000-х годах истребители. Истребители. Помните, да, в Северную Корею? Так кто принес информацию? Айкоси, которые четко, ясно все отследили. Ну, у них разведка, да, конечно. не разведка, там у них техническая разведка, космическая разведка и так далее и тому подобное. вы убедили меня, я же должна предлагать вот сюда, да, бросать фишки. Хорошо, следующее тогда. Я согласна, что имеет право на жизнь версия, это в рамках, но она не такая, как все-таки вы сказали, как вопрос, но в рамках вот Игры Престолов, это уже, когда думают о третьем сроке, да, то есть не сроке, а в третьем президенте о том, кто будет следующим и тут уже тоже может быть борьба и это огромные ставки, но тогда тут уже Айдос Садыков, он действительно мог быть сакральной жертвой, но тогда цель тут ослабить Токаева. Знаете, я вот здесь момент... Ослабить Токаева и тогда тут снижаются и его возможности влиять на этот процесс. Знаете, вот здесь включается модус операми. образ действий Мы все знаем, Навального отравили задолго до выборов президентских и учитывая, что он очень живучий оказался, ему повезло, не повезло соответственно режиму, который реализовывал это намерение, они в итоге сделали это непосредственно перед выборами. Уже вот у них других вариантов не было, надо было просто что-то с ним делать и они эту точку поставили. Айдос Садыков сами понимаете, если что-то подобное произошло перед выборами непосредственно, мы знаем, чем бы это могло обернуться. Поэтому самый оптимальный путь для людей, идущих во власть, именно на президентский пост, высший пост в государстве, это сделать все загодя, что потом тень на них не упала, когда и вот это не сопровождалось скандалами непосредственно перед выборами. То же самое, Альтаева зачем надо было закрывать и давать ему 10 лет за условно датную взятку Мирзахметова. И при этом Мирзахметова сколько, два года дарит? Взятку, взяткодаватель, он куда больше зло. И на 10 лет покрывая в том числе предстоящую электоралку семилетную, которая вот срок Насчет Навального я бы с вами не согласилась, что это было приурочено к выборам. А когда его травили, не было понятно зачем, но когда началась война в Украине, стало понятно. Алексей Навальный, я не согласна, что его отравление, оно было связано с выборами. Вообще, ну человек сказал, он же это привязал версию к убийству Айдоса Садыкова. Я и говорю, что когда началась война в Украине, как раз таки отравление Навального, оно стало понятным. Потому что в преддверии войны нужно было убрать самого сильного оппозиционного лидера. В преддверии войны. Потому что он бы вот это вот антивоенное и митинги, это все могло быть совсем другим. И за рубежом там же сейчас почему там вот его отравление оказывается переговоры об обмене. А он за рубежом Крым это русский? Навальный говорил всегда, Крым это русский? Ну, он же был оппозиционным все равно Путином. А сейчас там все зачистили в условиях военного времени, когда зачищается вот это вот поле там до войны же и СМИ там были свободные, свободнее. То есть, да, мы не будем об этом уходить, но просто я, раз вы высказываете, я высказываю свое, если я не согласна. Я считаю, что Навального убрали не перед выборами. Это вообще не имело отношения к выборам. Его отравление связано с войной в Украине. Учитывая, что здесь присутствующих, я оказался в положении преследуемого. Вы это обозначили в начале этого подкаста. именно по политическим мотивам. И у меня, соответственно, вы журналист. У вас медиа, серьезный большой ресурс, на который вот даже когда я зашел, вы были заняты. Когда вот пришел перед началом этого, вы постоянно что-то, работу какую-то выполняли. А мы люди, которые погружены в среду. Я почему говорю, что мы долго этот вопрос обсуждали, потому что мы можем оказаться. Мне тоже, когда я сидел в тюрьме, мои сокамерники, которые потом присутствие которых МВД отрицало, потому что это рецидивисты. В ВВС сидеть с рецидивистами первоходом это вообще это нонсенс, это запрещено по всем стандартам. Но я сидел с рецидивистами, ОПГшниками, людьми, которые мне рассказывали, как меня будут убивать, когда я попаду в лагерь. Как стержень из ручки спящему человеку в ухо и книгой сверху бьешь, все, в мозг проникает. Я с этим несколько, я 20 суток провел ВВС, там 3 суток, трое суток держит по стандартам. Меня держали во прокурорских судах. Я поэтому говорю, как человек, который, может стать, в теме, я это переживал. Вы тоже по-своему столкнулись, когда вам приносили отрезанные головы, и так далее, прочие разные. Это не единственное, мы живем под давлением, вообще у нас режим жизни это под давлением. С одной стороны от властей, а с другой стороны от нашего общества, которое, оно не хочет слышать правду, оно не хочет слышать объективную журналистику, оно хочет слышать только гражданских активистов, чтобы ты говорил то, что хочет слышать каждая сторона. Что человек хочет слышать, то мы должны говорить. Мы живем в состоянии давления и с этой стороны, и с этой стороны. Давление и отчасти риска. Дай бог, что это не вернется. Но убивали у нас в основном политических. Алтынбек, Заманбек. Ну это да, это же фигуры, это масштаб. Да. Это масштаб личности. Я знаете, я к чему введу. Вот сейчас Нурикен здесь. Они могли сами претендовать на власть. Спросите, спросите. Да. Насколько для власти и вот почему в контексте российской ситуации важна электоралка. Вот насколько все остальные возможные протесты, те или иные триггеры, ситуации, которые необходимо держать под контролем, и насколько важна для власти электоралка на фоне всего остального. Именно тот период, момент, когда может произойти смена власти. Потому что речь о власти. И там вставки совсем другие. Это не компромат, там какая-то чувствительная информация и что-то. Чуть-чуть пошире возьму ваш вопрос. Вы сегодня говорили о том, что выгодополучателем может быть кто-то не сам Токаев, но кто-то из его окружения. И все это связано с тем, что идет зачистка поля для того, чтобы готовиться к очередной смене правителя в нашей стране. Ну, руководителя правителя неправильно носит. Так вот, хоть миллионник, да, в целом, но Айдос Садыков с точки зрения уж извини, пусть меня его супруга Наталья, и вообще у них большой труд вели, будут, надеюсь, проводить дальше. Канал Бассе будет существовать, безусловно. Но с точки зрения вот, как я лично оцениваю, как бывший экс-председатель КНБ, сотрудник органов безопасности, я именно его с точки зрения угроз для действующей власти, я могу сказать, что нет. Не было такой прям угрозы, которая бы привела к тому, что у кого-то созрел план для того, чтобы его устроить в убийстве. Понимаете? Это мое мнение. Мнение, как специалиста. Можете оценивать так его. Мы и собираемся говорить объективно. Да, потому что... Я к тому, что вот выгодополучатель. Если у кого-то ну, если как бы выгодополучатель находится в государственной власти нынешнего Казахстана и сам принимает решение и осуществляет такие акции, а это понятно, что будет мощнейший резонанс? Это понятно будет, что это будет очень негативно сказываться на самой власти. Я говорил, что любое политическое убийство это компромат прежде всего на действующую власть. Это нормально. То, значит, что-то во власти неправильно. Понимаете? Значит, что-то не власть такая, которая сегодня не цементна вся и которая понимает задачи действующего президента и его артикуляцию, и то, что он говорит, и то, что он пытается сделать в государстве как президент, значит, там есть внутри такие люди, которые... А вы этого не допускаете? Я вам только что сказала, что у нас информация в законопроекты. Против как раз даже политики. Законопроекты готовятся, туда вносятся нормы, которые в ущерб к Казахстану, а бенефициаром является гражданин другой страны. И эта власть допускает, потому что она это не видит, им приносят и говорят, вот это прекрасно, это прекрасно, а там маленькие два пункта, которые раз и создают утечку огромную миллиардов из Казахстана. Ну что ж, тогда власть и сторонники президента во власти, которые там находятся, я надеюсь, должны проснуться и сказать, ребята, либо мы контролируем все решения, принимаемые государством на уровне президента и властей, так сказать, и выполнением, либо тогда мы не власть. Потому что у нас мы возвращаемся к ситуации с Украиной, вот убийство Гангадзе, помните, в 2000 году? Оно тоже предшествовало, и как указано, что... Ну считается, что там кучму хотели подставить, либо сам кучма, это непонятно. Что не работает в вашей версии про то, что там, ну вот, БАСЕ, оно представляет угрозу, и в преддверии выборов, задолго до них, да, они накануне убирают, да. Слушайте, я это уже говорила в прошлом подкасте, и это, наверное, обижает тут, но мы журналисты, мы, в смысле, мы не должны тут, мы, вы знаете, типа, вот человек погиб, а там есть родные, мы кого-то обидим, мы работаем в общественном пространстве, мы на самом деле должны быть уже взрослыми, не как местечковыми, да, поэтому давайте говорить, обсуждать вот так. БАСЕ, влиятельный канал, популярный канал, хотя, ну вот как работая на ютубе, важно смотреть не на подписку, а на просмотры, ну вообще, но он его смотрит, он выполняет важную функцию, ну слушайте, цель-то не достигнута, канал-то будет существовать дальше, и еще круче, потому что сейчас ему еще, вы поймите, такое убийство соавтора одного, оно, ну это звучит как-то, ну оно ужасно, но оно дает такую силу тем, кто остается и делает. Мотивацию, да, по-моему, может добавить, Поэтому этот мотив, в смысле, вы убиваете одного соавтора, причем не главного, все-таки, извините, но журналистскую часть там выполняет Наталья Садыкова, очень сильный, талантливый журналист, да, ну давайте, автор сейчас там, да, очень много определений, очень сильный журналист, и в смысле чего вы добиваетесь? Вы Басей не обезвредили? Басей будет еще мощнее, и перед выборами оно будет представлять большую проблему, как раз-таки, большую проблему, чем без Айдоса Садыкова, с Айдосом, без Айдоса, чем с Айдосом Садыковым, извините, ему же, а вот без него оно еще более мощное, потому что оно, в принципе, я боюсь, что нет, к сожалению, потому что, поймите, знаете, вот вопрос, у них команда, у них команда, вот когда в команде выбивает одного из сильных игроков, оно все равно ослабляет команду, вот как, не крути, но все равно. Даже сейчас оно не ослабило, Наталья, там она собирается духом, там кто-то может что угодно говорить, да, но человек, да, собирается, и она делает, даже сейчас, она делает сильный контент. По большому счету, ведь Бассейн. Канал Бассейн, Альной, хотим мы того или нет, он хочет того, когда или нет, он существует, он не ослаб, нет ничего, на что это указывает, подписка, там миллион подписчиков, они не стали отписываться, и я думаю, даже просмотры, они будут еще круче, и это придает еще и такую моральную, вообще вот силу, извините, то есть, ну, когда такое происходит, убийство, я, это закономерно, ты так пострадал. Бассейн, Бассейн, он существовал, много очень, я тоже смотрел этот канал, в ютубе, поэтому, мое суждение такое, ведь он получал, какие-то ролики, из Казахстана, допустим, которые разоблачали, там, сотрудников, КНБ, которые там нарушали, какие-то правила дорожного движения, были пьяны, по уголовной исполнительной системе, по уголовной исполнительной системе, то есть, им присылали материал, они публиковали со своим, так сказать, уже анализом ситуации и обвинениями, безусловно, власти, что вот тут плохо так, понимаете, у них, в принципе, сам канал был построен на том, что в большей степени, они, ну, можно так назвать, давальческом материале, который им присылали, присылали те люди, которые хотели, чтобы этот материал был опубликован и чтобы его видели люди. Я думаю, что с тем, что вот на самом деле, соглашусь с Гульнаром, понимаете, еще более будут слать различного рода материалы в босе, и босе будет еще более сильным и раскрученным, именно, ну, не раскрученным, сильнее будет, так сказать, ну, популярнее станет, потому что больше материалов туда будет. целая. Я надеюсь, так сказать, айдоса и так далее, понимаете, вот это мое мнение. Может на каких-то, на первых порах, оно действительно так и будет. Я не могу представить, что Наталья, такой сильный человек, она вдруг, там, сдается в этой ситуации и перестает, там, Но работоспособность однозначениях упадет у нее, потому что они вдвоем этот канал ввели. Айдос, он был огромную, колоссальную работу выполнял, и он еще, знаете, когда ты хочешь какой-то канал, ну, какую-то там, из коммуникации, средства его ликвидировать, то есть ты не так, не думаешь, ой, ну вот они сейчас ослаблены. Думан Мухаммед Карим. Его посадили, не диеты где. В смысле? Ну вот, YouTube канал Думан Мухаммед Карим не диеты. Он один его. Контентом не наполняется. Все. Он один его делал. Ну вот, а они вдвоем, у вас редакция. Вы по масштабам. Ну хорошо, я вам говорю, вы считаете, что Баси все теперь станет слабым, он, Айдоса Садыкова убили, он ослабнет, и у Баси теперь нет, и власть достигла своей. Я так не считаю. Если для власти было необходимо заглушить бассейн, провайдеры-то все под рукой, ну, поставили бы к линии, и все. Ладно, YouTube невозможно. Поставили бы к линии, поставили бы. Если бы заходили через прокси, ну, не все владеют тем, что... Прям на один канал можно поставить бал, что ли? Да. В YouTube? Не слышал. Говорит бывший председатель КНБ. Ну, я уже не раз об этом говорила в обзорах, все указывает на то, что отношения у нас сейчас прохладные с Россией, и там могут, ну, в этом, не винить, а видеть в лице Тукаева не очень-то такого, да, персонажа удобного. То есть, сейчас Казахстан очень с Китаем, да, очень, ну, как встречались из Зиньпиня, так это вообще просто, да, он с Западом, мы выстраиваем, да, такие отношения, и то, что, может, не нравится Москве, но я тут тоже, я не могу выдвигать, вот я, вот мы можем предполагать, что эта диверсия может исходить оттуда. Абсолютно. Я уже говорил, что много конспирологических версий, но точку на Д должно поставить следствие, в конце концов. Ну, это понятно, но так, если доводить это абсолютно не абсурд, тогда мы зачем тут собрались, а мы все-таки, да, мы на основе открытых данных, мы пытаемся что-то прояснять. Что-то прояснять, да, ну, давайте порассуждаем, кому это выгодно тогда, да? Ну, мы, по-моему, вот уже час обсуждаем, кому это выгодно. Нет, просто, ну, порастаем точку на Д в этом вопросе. Хорошо, каким-то группам из Старого Казахстана выгодно? Вот тут вот нет Старого Казахстана. Ну, давайте, выгодно. Вот интересно, что, вы знаете, первая мысль у меня была, что это может быть опять семья. Второе, второе, как говорил сегодня господин Ильяшев, кому-то из окружения президента, который готовит какую-то почву для себя, и в данной ситуации опять-таки, вы правильно сказали, ну, по крайней мере, ослабляет Такаева, да, выгодно? Выгодно. России выгодно? Выгодно. Ослабляет Такаева? типа... Нет, не только Такаева. Еще и отношения с Украиной? Безусловно. Которые и так хотя уже... Да, нет. И мы же туда не идем, но тем не менее, дипломатия работает, вы знаете. Дипломатия не всегда открытая. Дипломатия не всегда открытая. Еще есть информация, которую официально не стали объявлять, даже мы построили там в Киеве дом мамы. Да. Казахстан на государственной вене. Да. Выгодно, выгодно России. С нескольких позиций. Безусловно, выгодно. Ну, что еще? Украине самой? С чем? Зачем? А что пишут анонимные каналы про государственные, а может быть, они такие уже пророссийские, они пишут о том, что именно после саммита мира, на который, ну, это тоже бред, на который Казахстан не поехал. Ну, и теперь Украина решила там сити убийства Айдоса Дыкова. Так они и не надеялись, что поедем. Конечно, мы и не заявляли изначально, что мы не поедем. Это было понятно, это было по дипломатическим каналам украинской стороне доведено до, до, до. И при этом с глубокими сожалениями и соответствующими дипломатическими нотами и так далее, которые... Нет, это публично на графике. А я думаю, по своим каналам не на графике. Да, безусловно, украинцев убедили, что мы и к ним хорошо относимся, и к русским хорошо относимся, но, извините, мы сегодня в свои тарелки ходим. Все. У каждой страны есть свои интересы. Интересы всегда разных стран пересекаются. От этого никуда не денешься. Ну, что делать? Поэтому, видите, выгодополучателей достаточно много. И предположение строить о том, что, как, зачем, мы никогда не сможем за этим столом. только ясные, четкие факты, которые должны, ну, в конце концов, я уже говорю, повторюсь, должно быть обнародовано и доведено до сведения, и доведено до конца. Тогда не будет никаких конспирологий и мифов. Да. Как это будет? Вот смотрите, я верю, Украина, она обнародует это. Бессловно. Если там не будет интересов других стран. Тоже чувствительно уже для политики. Там, видите, проблема для Украины, но уже на данном этапе возникшая, это то, что Жаканбаева не выдает. В смысле, Альнур, вы считаете, что вот в данной ситуации можно выдать Жаканбаева? В смысле? Нет, я в контексте того, что... Выдайте нам Жаканбаева, наши такие Жаканбаева. Вот. Нет, нет. Ильяшева, пожалуйста, Башкенову, дайте вам. Ребята, в рамках уже говорилось. Полной картины не буду. Дайте я чуть-чуть. Ваши, иногда, конечно, ну, в смысле, ОТАН, есть такое понятие, ОТАН, КАН, да? Мы должны, ну, как, это наше государство, если наши будут еще вот вообще выдавать своих граждан, когда даже вообще ничего, когда вообще ничего не понятно, да? Это мы не государство тогда. В рамках уголовно-правовой помощи, которая подписана между Казахстаном и Украиной, все четко прописано, как осуществляется эти вот взаимопомощи. По таким вот, и по таким тоже делаем. Вот как? Вот смотрите, а сейчас... Приедут следователи из Украины к нам. Они должны написать запрос о том, что мы хотим допросить. Если Казахстан не даст допросить здесь, тогда это вот будет уже подозрительно. Они будут допрашивать здесь задержанного ныне Джаканбаева. Я уверен, что дадут. Вы уверены, что дадут? Если не дадут, вот, по процедуре, даже каракалпакских активистов Узбекистан, он, они дали запрос, что они хотят их допросить. Они приехали сюда и допрашивали их, потому что мы освещали. Это нормально. Но там еще, мы почему освещали, потому что нам, каракалпакские активисты, жаловались, что чего они должны были наши делать. наш следователь должен был быть там. Без два. Да. Узбекский был. Наш был, а потом наш вышел. Ну это... И каракалпакские активисты, он вышел, он не имел права выходить. Да, это его профессионализм. А я думаю, что его попросили. Договоренность. Дальше продолжайте. Поэтому, ну понимаете, я хочу в это верить, потому что это подписанный документ между двумя государствами. И это регламент этого документа, как осуществляется это действие. Понимаете? ну приедут украинцы, должны приехать, заявить, что мы хотим допросить. У нас появились вопросы по его пересечению украинцев. Почему не пишут? Почему сделано заявление о том, что офис генерального прокурора готовит просьбу об экстрадиции? Зачем такое заявление, если Украина знает этот закон, знает процедуру, и она знает, что одна страна не выдаст вот в такой ситуации? Украина сама бы не выдала. Зачем это делать? Можно я отвечу? Может быть это как бы опять-таки какой-то преждевременный вброс или что-нибудь такое? Не знаю. Мы с вами были за решеткой. Да, да, да. Вы знаете, что такое внутрикамерная работа? Конечно. Этого элемента у Украины не будет, потому что Жаканбаев сидит в казахстанской тюрьме, он не сидит в украинской тюрьме, и там этот инструмент они используют не смогут. Максимум, что не произойдет, у них в рамках кабинета следователя, присутствия нашего следователя, отведенные. Вы имеете в виду, что он будет бояться отвечать на вопросы? Там, знаете, там просто я на себе это испытал, это там целая технология. Может быть он будет бояться отвечать, но у украинских следователей, профессионалов, есть вопросы, есть вопросы, по факту, ты задаешь, и человек тебе все равно что-то отвечает. То есть она, давайте Украина пусть попросит допрос. Есть такое понятие. И Казахстан пусть разрешит этот допрос. Ребята, негласные следственные действия, это вот следственные действия, это одно, а есть негласные следственные действия. И вот там вот ключевая работа зачастую проводится именно там. То, что человек, он может отрицать что угодно на допросе, с чем-то не соглашаться, но он возвращается в камеру, он там 24 часа и так далее. Вы к чему это в смысле? Вы считаете, Украина не должна просить допрос? Она просто не получит ту информацию, которую была достаточно. Пусть она что-то получит. Я просто свое мнение сказал. В смысле, как это? Как опыт. Идет следствие. Вот человек сидит в тюрьме. Вы просите, чтобы вас допустили к нему и допросили. Отправляйте следователя такого, который будет очень технично вести допрос. В данной ситуации, с учетом той информации, которая опубликована офисом прокурора, генерального прокурора Украины и нацполиции, там они просто засветились полностью. Кто? Вот эти двое парней. А, ну да. Нам же заказчик. Мы о чем? Мы же говорим о допросе. Это ключевой вопрос. Допросить-то их надо? В смысле что? Вы о чем? Засветились, но допросить же надо. Безусловно. Я к тому, что им никак не отпереться. Конечно. Какую-то другую версию, что они приехали просто посмотреть Киево-Печорскую лавру. И уехали, потому что в Молдове там были дела, это должен туда, это туда, потому что там стыковка хорошая. Но не получится у них, понимаете? Они там просто засветились по полной. Никуда от этого не деться. Они причастны к этому убийству. Все. Преступление. Речь идет о том, что вы правильно говорите, заказчики, но к сожалению, к сожалению, на сегодняшний день все заказные убийства, которые были и проанализированы, и были масса научных работ написано по этой тематике, я могу сказать, что общий примерно как бы вывод таков, исполнителей находят 70%, 60-70%, заказчиков находят 90%, не находят, не находят более чем 95-97%. Потому что вообще заказ, он, сколько мы уже знаем, он не осуществляется напрямую. Ну вот заказчик, он не приходит, давай ты делай вот так. Там очень большая цепочка пирамида людей, но с другой стороны хотя бы я считаю Заканбаев, то есть вы Алтай Заканбаев, который сейчас находится в СИЗО какого-то города, да, казахстанского, он все равно представляет большую ценность для следствия. То есть давайте не будем при всех вот огромную ценность, его надо беречь, и вообще хочется понять, как вообще это было все, почему он сам пришел, а тот убежал, Мейрам Каратаев, и скрылся, они уехали из Молдовы в Анталию. У него может вырасти в голове такая, скажем, версия защиты, да, или линия защиты. Каратаев стрелял, я не знал, мы вместе там гуляли. потом, я так испугался, мы вместе уехали, я поэтому вернулся и сдался, потому что я не причастен, а он стрелял, он мне взял друзья, поехали посмотрим, не выдерживает критики, так же, не выдерживает критики. это его линия защиты, и мы не сможем сказать, не говорить так. я просто к этому веду. Вы говорите, почему он сдался, вот один из вариантов, выстрел такой линии. Совсем не может быть такого, что вот он, его паспорт использовали. Нет, если фотографии, по видео, фотографию, то, что Молдова дала, там, один на один. Это он. То есть, я подумала, когда в первый момент он сдался, я думаю, как человек мог прийти, сказать, ну, типа, в шоке, типа, ну, я не знаю, сейчас объявляют Абашкенова там где-то, и я прихожу, говорю, ребят, что, я вот, ну, а мой, мы бы там паспорт украли. это не может быть. Это не может быть. Ну, если бы такой был, он же объявился бы. Нет, но он и объявил, он в полиции. Так его бы не посадили тогда. Объявили бы, что вот он, оказывается, он здесь был, мы его проверили, вот он, его паспорт украли. Как вот с Крокусом были, там, теракты людей называли этими террористами, а в итоге они, оказывается, в Таджикистане в это время находились, просто там, ну, как выражается там, все на одно лицо. А скажите мне, как бывший председатель КНБ, вот, какие сложности у следователей в Казахстане? Вот они сказали, мы ведем свое расследование, что они ведут теперь здесь, да? А Украина только там. Как вот наши здесь что расследуют? Убийство Айдоса, Садыкова на тех материалах, которые им доступны. На сегодняшний день им доступен вот этот… Все связи Каратаева и Законбаева. Здесь люди, их определили, они должны полностью изучать, смотреть, где, когда, с кем, то есть составить вообще, как бы, связи, там, ну, его повседневную жизнь, начиная там, за месяц до, после и так далее. Ну, то есть, сама подготовка, как шла, то есть, ну, первый пересек границу нашу, когда? С каким, где, с кем и так далее. То есть, ну, там летели люди с ним, найдут, потому что есть списки пассажиров, кто был, что был, видели, не видели и так далее. Кто-то подходил, кто-то выходил, вместе в аэропорту выходили, может там кто-то подходил к ним. То есть, ну, там масса вопросов. Это простая уже следственная работа на земле. и заявление украинского, украинских правоохранительных органов там еще есть. То есть, вот они двое ответились, но там были еще другие. То есть, оно как-то вот сквозит, что там была группа, ну, там минимум 5, наверное. По организации, похоже, что приехать в чужую страну и купить боевой ствол с глушителем, понятно, для каких целей там. Надо как минимум связи в соответствующих кругах. Дело в том, что в настоящее время в Украине, конечно, оружие надо. Ну, все равно, надо же знать контакты. Это не базар же, пришел, приобрел. С войны приезжают с гранатометами, вы знаете, с гранатами, с таким стрелковым оружием там, к сожалению. У меня есть, это опять-таки, да, это не версия, нам нужно быть четкими в понятийном аппарате, да, а это вот я предположение. Вот один сдается, один вообще исчезает. Из этого я могу выдвинуть предположение, что который исчез, он обладает, конечно же, больше информации. То есть, это он, по крайней мере, с каким-то посредником имел дело. А вот который с ним, Жаканбаев, он сейчас может строить защиту на том, что он вообще ничего не знал, ну, по крайней мере, после убийства он уже знал. Но его могли на это все, как вы считаете, вот я так, то есть, одно из моих предположений, его могли на это все подписать в темную. Ну, там, мало ли, не каждый соглашается на убийство, да, сразу, еще такое, еще в Украине, а его могли подписать на что-то другое. Ну, давай, там, просто последить, припугнуть. А потом, вот там, твой напарник подходит и убивает, ну, что ты уже можешь, да, сделать? Может быть такое? Бежать. И он при этом, вот этот вот, Жаканбаев, который сейчас в полиции, он мог, вот весь его круг по этому делу, он может сужаться на Каратаеве. Почему я так думаю? А почему Каратаев сбежал? Ну, в смысле, почему его нет? Почему он не вернулся в Казахстан вообще? А этот вернулся, значит, он не представлял для заказчиков никакой угрозы. Он ничего не знает. Дело в том, что дело не в этом, понимаете, совершено преступление, убийство. Исполнитель один, Каратаев, который непосредственно выстрелил в голову Айдоса. Он стрелял. И когда вот даже идет какое-то там, и убийство расследуется, и виновным будет он, этот будет соучастник. Но он не будет идти по статье убийства. Но то участие в заказном, это уже орг, это же организованное уже, это тоже больше статья. Он будет соучастником, но не убийца, понимаете? Тут тоже надо иметь в виду, почему Каратаев... В распределении ролей... Да, да, да. В этот же момент играет большую роль, почему Каратаев куда-то сбежал и пытается спрятаться. А может, его нет уже? Вполне вероятно. В таких делах, чем ты больше знаешь, тем ты опаснее и тем для тебя опаснее. так же, да? А если уже человек, допустили, что он вернулся в Казахстан и пришел в полицию, наверное, он вообще какой-то лох. В данной ситуации, я думаю, очень... Ну, по крайней мере, можно предположить, что Каратаев к настоящему времени, возможно, уже и его нету вообще. по правилам жанра, мы можем о нем ничего никогда не услышать, он может сменить внешность, он может сменить имя. Мафиозный, да, он предполагает, но другая сторона, если в политике, то теоретически это человек подготовленный, специально для выполнения этих функций. Баширова и Петрова не убивали, они живые, просто там, не выездные из России. Но это было, насколько вот мы обладаем, то есть это было задание спецслужб. В данном случае мы об этом не говорим. Нету версию. Да, мы как бы не говорим, но... А в смысле, вы это предполагаете, что НБД могло дать задание боевое такое? Если это из окружения Тукаева исходило, используя их административный ресурс, как бы обозначая, что Родина сказала, надо, ну, куда офицер Деницова? Он пойдет выполнять, значит, приказ нам, она рассказывает историю, что там, человек несет угрозу стране, безопасность и провоцирует другую страну на вторжение в нашу страну. Я думаю, так же вот там кровь заиграет и может быть человек поверит в это и пойдет и сделает это преступление абсолютно на идеологический Это уже когда операция, вы видите, что такое операция вы могли сделать? В смысле, КНБ, не какие-то там просто человек, человек обладающий... Нет, вы сейчас то, что вы сказали, вы сказали, Баширов, это там, по крайней мере, вот то, что легитимно в мировом пространстве, это операция, это боевая операция, спецслужб России, это государственная операция, поэтому тут вы сказали, а, говорите, то есть, вы говорите о том, что, типа, это могла быть государственная операция. Я, к сожалению, я не могу вам ответить четко и ясно этот вопрос, потому что, в принципе, так не делается, и не должно быть, и вообще так, ну, невозможно, даже я так скажу. Ну, и опять-таки, выгода. Ну, в смысле, когда это делается государство, оно должно понимать, а что там, ради чего ты это делаешь? Ну, вот, арестановцы, они же... Ну что, арестановцы пошли за деньги просто. Они пошли за деньги. Их командир сказал, слушай, заработать хочешь? Каждый, кто пошел тогда по этому вопросу, так сказать, вот и сел, они имели детей малых, жили на съемных квартирах, им не хватало на жилье. Они пришли подработать. К сожалению, к сожалению, арестановцы в тот период времени, как я не боролся с этим явлением, они подрабатывали. Это шло с 90-х годов, когда только они организовались. Они подрабатывали всегда. Они подрабатывали в ночных клубах и так далее. Вот такие вот официальные подработки были. И в данной ситуации они тоже думали, что они едут на подработку. Обернулось. Ну, это их, это их абсолютно не красит и не оправдывает. Не красит. Сволочи они. Не оправдывает. Они сволочи. А Сарбар, вот этот, внешняя разведка, Наталья Садыкова написала, что он то ли, то есть, кстати, когда возникает, ладно, в Гетконтактах, он там идет, только пока все указывает на КНБ, что он бывший сотрудник, этот вот Жалгарс, Жаканбаев, Алтай Жаканбаев, это то, что в телефонах его записывали КНБ. А откуда взялось сыр-бар, внешняя разведка? Где-то кто-то сказал, что, я прозвучала, что сыр там. Сыр-бар. Сыр-бар тоже. Сыр-бар или сыр что-то. Ну, там сыр было и еще сыр-бар было. Ну, что такое. У кого-то он. Они могли, они могут подрабатывать или что это вообще? Ну, вообще по идее не должны быть, но... Ну, невозможно. Там, ну, нет таких людей, понимаете, они же не силовики. Не могу допустить, чтобы Комитет Национальной Безопасности либо даже МВД напрямую было причастно к этой, к этому преступлению, как к некой операции. Ну, не могут. Там нет таких людей, которые так бездарно разрабатывают такие исполнения такой акции, такой операции, в конце концов. Это, ну, это, ну, я даже не могу такое разбирать по коточкам, мне она, в принципе, кажется абсурдной. Ну, в принципе, кажется абсурдной. Я вот тоже так читаю. Понимаете, ну, ну, это вообще какой-то... Я повторюсь вновь и вновь. В этом, в этом убийстве, в этом преступлении очень много-много загадочного. Бывает такое, иногда загадочное настолько, а потом, когда... загадочнее убийство... А когда раскрывается, потом думаешь, господи, боже мой, ну, что за дикантство? Оно будет, думаете, раскрыто все-таки. Я уверен в это. А вдруг захотят одно вскрыть? Минус. Ну, тут будем надеяться, что именно вот это перехечение, что тут и Украина, и Казахстан, да, что все это нам обнародуют и следствия доведут. Я думаю, что раскрыть его, но до конечного заказчика, вы думаете, реально выйти? Вот это будет трудно. Понимаете, рассчитывал ли заказчик на то, что убийство Айдоса Садыкова придет таким политическим процессом, который поменяют внутреннюю, внешнюю политику Казахстана? В том или ином направлении? Да, выгодно, трудно предположить. Тогда зачем? Тогда вот даже с любой стороны. Трудно предположить, согласитесь. Тогда в чем вообще смысл? Выгода получателя, вот когда я все-таки вновь и вновь, когда говорят, они в большей степени обвиняют власть, ну, президента, я говорю, а в чем его выгода? Одни убытки. Одни убытки. чтобы нанести урон главе государства. Все. В смысле, без последствия, просто, ну, как, это же из вредности, но это тоже как-то так. Из вредности очень такого. Из вредности много можно сделать. Человек такой был. Либо из идиотизма хотели одно, а получили другое. Какой я, в смысле, хотели, что хотели одно? Хотели убить? Ну, допустим, запугать хотели гражданского общества, и вот сейчас у нас же... Как вариант. Да, вот эта ситуация там так совпала, информация потом пошла на фоне смерти Айдоса, что на Димаша Альжанова нападение было. Это попытка. Это же тоже по сетям прошло, не только в Казахстане, это в мир ушло. Но это, вы знаете, это так, вот я не верю в такие версии, что запугать, потому что сейчас уже, вы знаете, вот это соцсети, вот это все, ну, невозможно. я согласен, поменялись, люди могли думать прежними лекалами и прилагать... Давайте представьте такую картину, в конце концов, Каратаев не должен был убивать Айдоса, он должен был... Ну, почему он подходит к машине со стороны не водителя, где легче, так сказать, произвести выстрел, а со стороны сидения пассажира, где сидела Наталья? Почему он вдруг стреляет через, так сказать, вот со стороны Натальи, это надо же уберечь Наталью от выстрела, попасть ему точно? А может быть, он должен был запугать? А может быть, этот выстрел должен был куда-то прозвучать? А вдруг такая случайность, что... Нет, а зачем бы он тогда покупал прям боевое, сушителем? чтобы запугать. Тогда не надо настоящих пистолетов. Может быть, да, ну да. Можно хотя бы холостой взять. Здесь просто я по фотографиям помню, там было бы левое водительское стекло разбито. Ну, это надо... На фотографии. А почему? Ну, везде писали, и прокуратура писала, что именно со стороны пассажира подошел быстрыми шагами Каратаев и произвел выстрел ему в голову. Со стороны пассажира, со стороны Натальи? Да. Я вот этот момент не помню, но я просто... Посмотрите, посмотрите. Ну да, это там супер-снайпер должен был. И как-то, да, да. Ну, он мог ее раз резко убрать, и... Ну, как резко когда в салон заглядывать, она бы наверняка помешала. То есть интимно там, когда чужой ломится тебе на территорию. Конечно. В общем, есть какие-то вот непонятки. Еще раз говорю, прочитайте, там написано, именно со стороны пассажира подошел Каратаев и произвел выстрел Вайдоса, который сидел за ним. Они допустили. Еще вот постоянно говорят, что они подъехали к дому, к подъезду, там должны были, должно было быть видеонаблюдение, но я предполагаю тоже, может быть, что нам не говорят всей картины следствия. Ну, в интересах следствия. Оно может не давать, да, всего. А может быть, Наталья с Сайдосом приехали на какую-то встречу? Я так помню, это во дворе у него. Все-таки во дворе. Там есть фотографии, вот первые, которые публиковали, где мужчина идет в майке, вот Каратаев получается, судя по всему. И вроде бы это дворовые какие-то видео, да. Ну и какие последствия, вы думаете, хорошо, вот какие последствия могут быть? Ну, знаете, вот опять, конечно, не лучший способ там воспроизводить ту историю с Гангадзе, но вот просто у них последствия не сразу проявились. Люди сначала были в неведении, и потом, после публикации вот этих кассет с якобы переговорами высшего руководства, вот вброс, который состоялся, через два месяца начались протесты, вот именно уже с требованием Кучма-Гетти. И там некоторое время эти протесты прошли, многотысячные, все, это затихло, но оно осталось накопленным. И уже выстрелило, как одно из требований отставки в ходе Майдана. И сейчас, как бы, может быть, тоже люди возьмут паузу, потому что, ну, мы так или иначе, мы народ, который пережил убийство Алтенбека и Заманбека, вот тогда была одна ситуация, она в какой-то момент приглушила, да, гражданскую активность, люди действительно начали задумываться, там, чем это может для них обернуться. Но сейчас, как бы, учитывая, что тогда контроль над СМИ был, сейчас есть соцсети, есть YouTube, в котором мы будем вот этот как подкаст там транслировать, который сложно им контролировать. Может быть, что-то иное произойдет, но люди запомнят однозначно, это никуда не денется, и это будет так же, как и вот стрелять на поражение без предупреждения, это будут люди напоминать, что в твой период это произошло, поэтому будь добр, там, либо доводи до конца и обеспечь полноту и все стороны с расследования и открытость его, или же, может быть, там опять начнут уже не шалки, это какое-то другое имя требует доставки. Ну, конечно, доля истины и правды в ваших рассуждениях имеется, вопросов нет, но, когда мы сравниваем, допустим, Украину и Казахстан, тот период, нынешний период, как бы, все равно мы должны опираться на реальное, так сказать, состояние нашего народа, на протестность населения, на политическую активность, в конце концов, населения, и исходить из этого. Понимаете, вот вы говорите, вот это вот убийство, может быть, так повернуть через какое-то время и так далее, и тому подобное, что оно приведет к каким-то, ну, таким большим политическим взвигам, тогда бы это, наверное, заказала бы семья, если так, то это было бы выгодно им. Я в это не верю, честно говоря, почему, потому что, ну, посмотрите, посадили активистов, там, Марафон Цежиламбаева, Тулешева, которая там, якобы, аэропорт захватывала, Тулешева? Тлюжанова. Тлюжанова, вот видите, перепутал. Еще там, Думан тот же, да, казалось бы, ну, ну, зачем, но, тем не менее, посадили. Где протестный электорат, который должен стоять на площади многотысячный и кричать свободу политическим заключенным? Он в безопасном месте, чтобы в него не стреляли. До поры до времени, возможно. Это состояние народа. Это состояние страты. Я его так воспринимаю. На этой не минорной, не мажорной ноте мы закончим, да, потому что обсуждать можно бесконечно, но я думаю, что мы еще вернемся. Что будут появляться какие-то новые данные, да, а Украина будет что-то публиковать, Казахстан, что-то он все-таки должен сказать уже про этого несчастного, задержанного, который сам пришел то ли с повинной, то ли в шоке, но с чем-то он пришел, да, и мы будем возвращаться. Возвращаться к этой теме, конечно, пока это преступление не будет раскрыто, но я боюсь, что до конца оно не будет раскрыто. Заказные преступления потому и совершаются, да, что, как вы сказали, 99% заказчиков именно основных, главных, они не раскрываются. Вот это самое печальное. Продолжение следует...